Всем привет, я Арстоцкий, а это Crusader Kings 2, и сегодня мы начинаем новое прохождение с модом Warcraft Guardian of Azeroth. Как я и обещал, мы с вами будем играть за нежить, а именно за плеть, но начнем мы играть с вами не за нерзула, который изначально является главой плети, а начнем играть с вами за принца Артаса, которого сделаем королем Личом и который возглавит плеть. Нашей целью, я думаю, будет захватить как можно больше земель и уничтожить как можно больше живых существ. Вот такой вот у нас план. Я уже снимал прохождение по этому моду, где играл за Мурлоков, и я захватил очень много, поэтому не знаю, буду ли я делать то же самое в этом прохождении. Скорее всего, да, будет очень много похожих моментов, но я думаю, мы придумаем что-нибудь новое и что-нибудь интересное. Если что, вы можете всегда в комментариях написать, чем мне можно заняться, я читаю все комментарии, и если вдруг мне что-то понравится, то я обязательно возьму вашу идею и реализую ее. А пока что, давайте прочитаем, что нам пишут про этот период в истории Азерота. Господство хаоса. После многих лет мира и спокойствия в северных землях начали расползаться слухи о кульдах смерти, привлекающих униженных и оскорбленных со всего Лордерона, предлагая тем вечную жизнь на земле за место служения короне. Король Теренаса знает, что после столь долгого затишься обязательно грянет буря, но утешается тем, что его королевство до сих пор стойко выдерживало любые испытания, а значит выдержит и на этот раз. Ну, посмотрим, выдержит ли королевство короля Теренаса противостояние со мной, ну точнее с плетью. И давайте прочитаем, что у нас тут написано про Артаса. Наследный принц Артас Менитил из Лордерона, сын короля Теренаса Менитила II. Молодой принц вырос, когда Первая и Вторая войны разорили континент. За это время он сдружился с королем Варианом Рином из Штормграда. Принц обучался как искусству боя у Мородина Бронзоборода, так и путям света у своего приемного дяди Утро Светоносного, что позволило ему стать почитаемым паладином в Ордене Серебряной Руки. Романтические отношения с леди Джайной и Праудмуру вызвали соперничество Артаса с принцем Кельтасом, солнечным странником из Кельталаса. Из-за интереса эльфийского принца к молодой волшебнице, молодой принц Лордерона, любим своими людьми, сделает все, чтобы защитить их. Однако, несмотря на его многообещающее воспитание, нависшая угроза в самом сердце его королевства может потрясти до основания все устои его мира. Окей. Думаю, если вы играли в Варкрафт и вообще понимаете о том, что здесь происходит, то вы знаете, кто такой Артас и что с ним стало. И я думаю, что мы с вами повторим его путь по большей части, но также обязательно сделаем что-то свое. Окей, начинаем. Итак, насчет настройок. Не знаю, надо ли нам отключать оборонительные союзы. Они приносят очень много неприятностей, тем более, когда вы очень много захватываете и расширяетесь. Но я думаю, для нас, для плети, которая будет постоянно захватывать все больше и больше, включение оборонительных союзов будет, в принципе, логичной вещью. Потому что я думаю, логично было бы, что люди объединялись бы против общего врага. В прошлый раз я отключал эту функцию, когда мы играли за Мурлоков. И мне кажется, это как-то притормозило ход событий в Азероте. Поэтому в этот раз мы включим оборонительные союзы. Скорее всего, с этим мне придется очень долго ждать всяких перемирий и так далее. Но я думаю, мы со всем этим справимся и придется жить с этим как-то. Вообще, оборонительные союзы терпеть не могу. Это ужасная вещь. Но она, в принципе, логичная. И мы можем начинать. Никаких других настройок я не трогал. Все, по идее, стоит по стандарту. И вот он, наш великолепный лорд Артас. У него сейчас всего лишь одна провинция. Лордство Солиден. Давайте посмотрим на его черты. Блестящий стратег, вдохновляющий на победу. Человек. Выдающийся паладин. Мускулистый, гневный, амбициозный, упрямый, высокомерный и циничный. Вот такой вот Артас. Несмотря на то, что он прекрасный, красивый, молодой человек. У него все же есть темные стороны. И их мы с вами будем развивать. Как это ни странно, Артас у нас будет очень злой. Сразу же, думаю, выберем путь войны. Потому что другие пути, наверное, ему не подойдут. Окей. У него есть, кстати, родословная. Основатель которой его отец, король Тиренас. Он правит Лордероном. Давайте вообще посмотрим на весь мир, как он выглядит. Завпечатлим это все перед тем, как начнется хаос. Блин, а почему разработчики до сих пор не добавили сюда границы? Неприятно смотреть. Ну ладно. Кстати, здесь появилась Пандария. Которая еще неиграбельна. Но в будущих обновлениях это появится. И за что я показываю это потому, что в последний раз, когда мы с вами играли в этот мод, этого всего не было. Окей. Я немного отвлекся. Здесь у нас находится плеть. Частью которой мы скоро станем, а потом станем главой плети. Тут сидит Орда. Если что, я не супер знаток лора Варкрафта. И многие названия, например, могу произносить неправильно. И некоторые вещи отдаленные от, допустим, третьей части я могу не знать. Поэтому если вдруг вас что-то смутит, то вы можете написать об этом в комментариях. И я прочту. И обязательно учту. Вот так вот. У Артаса, кстати, есть сестра принцесса Калия. Стандартные титулы надо сразу же раздать. Но, по идее, как только Артас станет плохим человеком, скажем так, все эти люди от нас разбегутся. И нам придется все назначать заново. Но давайте для начала все это поставим. Он не в браке, но брак ему и не нужен пока что. Окей. Начинаем. В сердце Лордерона начинает распространяться странная болезнь. Ходят слухи, что это та же загадочная болезнь, что поразила людей Нордскола. Те, кто были убиты этой болезнью, возвращались обратно к жизни, заточенные в своих гниющих телах. Если это действительно так, то людские королевства должны всеми силами противостоять ее распространению. Интересно. Мой господин и меня назначили вашим регентом. Да, Артас путешествует, точнее, почему-то здесь написано, что он совершает паломничество. Но, в общем-то, если вы играли в третью часть, то знаете, чем Артас занимается сейчас. Но, в принципе, мы это сейчас и прочитаем. Судьба. За последние месяцы произошло слишком многое. Мистическая чума, слухи о темном культе некромантов. За долгое время вам, наконец-то, выдалось пару свободных часов, чтобы обдумать все. Вы чувствуете, что произойдет что-то зловещее, и вы находитесь в самом центре этих событий. В этот темный час Азерота ваши действия могут изменить ход истории и спасти ваш народ от всех бед, что его ждет. Вы будете непоколебимы, чего бы это ни стоило. Я спасу свой народ. Конечно, Артас. Конечно, ты его спасешь. Так, пока он на следующий ивент не вылез, хочу вам показать мурлоков, за которых мы начинали играть в прошлый раз. Вот здесь они находятся. Вождь Мурмрхыл, наш любимый. Именно с него мы и начинали. Будет интересно, сможет ли он хотя бы от этой части повторить то, чем я занимался. Сможет ли он хотя бы королевство мурлоков сделать. Или его просто через пару лет уже загрызут. Ну ладно. Да, у нас в Лордероне началась война. Плеть нападает на Лордерон. И мы в принципе можем в этом поучаствовать, но какой смысл? То есть надо поднимать войско и так далее. Нет. Пусть наши ребят разбираются сами. Этот кошмар продолжается. Сгоревшие здания, горы трупов, смерть и запах разлагающейся плоти, которая свисает с ваших еще недавно умерших братьев и сестер. Действительно, это больше похоже на страшный сон, чем на реальность. Когда все только начиналось, а вы и представить не могли, что произойдет. Численность, плеть и все растет и растет с каждым мертвым солдатом-крестьянином. Чума не щадит ни женщин, ни детей. Вы и представить не можете смерть хуже, чем эту. Что они сделали с моим народом? Без сомнения, тех бедняк, кто заразился чумой, уже не спасти. И их ожидает только боль и страдания. А после мученической смерти они превратятся в пешку плети, которая заберет с собой десяток других жителей. Единственный выход – избавлять зараженных от страданий. Нельзя позволить ему убить еще больше невинных людей. От них нужно избавляться немедленно. У нас есть два выбора. Мы можем избавить их от страданий, либо сказать, что Артас не убийца и никого не убивать. Но, конечно же, конечно же, Артас избавит их от страданий. Он же любит свой народ. А его народ страдать не должен. Какие ужасные звуки. Очищение Страдхольма. Известия о ваших деяниях широко разлетелись по дворам иностранных государств. Увы, плеть заставляет даже таких людей, как вы, принимать жестокие, но необходимые решения. Вы и ваша армия убили всех зараженных жителей Страдхольма. Среди зараженных были мужчины и женщины, и даже дети. Но вы не пощадили их. После бойни вы заставили своих людей поджечь город, оставив его в руинах, чтобы не дать мертвым восстать вновь. Это был единственный выход. Проклятый демон по имени Малганес, который, причастен к злодеяниям плети на вашем родном континенте, бежал на самый северный континент, Нордскол. Нет сомнений, чума и плеть пришли оттуда. Если вы нанесете удар в самое сердце плети, то вы спасете ваш народ. По возвращению из этого похода вас встретят как героя. Я буду непоколебим или я нужен своему народу здесь? Не-не-не. Я буду непоколебим. Малганес не сможет просто так от меня убежать. Холодные ветра Нордскола бьют вам в лицо. В воздухе чувствуется сильный запах смерти и гнили, который поселился тут десятилетия назад. Где-то среди этих снегов прячется один из лидеров плети Малганес. Его убийство принесло бы вам огромное удовольствие после всего того, что плеть сделала с вашим народом. Вы не остановитесь, пока не найдете его и не отомстите за все, что вам пришлось пережить. За все, что вам пришлось совершить. Будь ты проклят, Малганес. Кстати, да, вот у нас тут чума в Лордроне идет. Что он дает? Ммм, таинственная странная чума. Интересно. Вы уже довольно долгое время скитаетесь по ледяным пустошам Нордскола, разбивая одну армию нежити за другой и уничтожая всякие ее проявления на этом континенте. Ваши войска уже очень сильно измотаны и желают вернуться домой. Они не понимают, что если мы не выиграем нежить здесь, то возвращаться уже будет некуда. Нужно пресечь попытки дезертирства. Любой ценой. Корабли, на которых вы приплыли, должны быть сожжены. У вашей армии не будет другого выбора, кроме как сражаться. Мы можем потопить корабли и получим черту коварный, либо можем ничего не делать и они просто сбегут, либо можем сами вернуться домой. Нет, домой мы точно возвращаться не будем, но и отпускать дезертиров тоже нельзя, поэтому мы топим корабли. Все чаще и чаще вы сталкиваетесь с бесчисленными легионами нежити. Вы уничтожаете одного мертвеца и ему на замену приходит еще пять. Обычного оружия для борьбы с ними уже недостаточно, но вы наслышаны о некоем могущественном артефакте, который называется Ледяная Скорбь. Его сила может переломить ход войны и покончить с плетью раз и навсегда. Павшие будут отомщены. Так чего же мы ждем? Ваши поиски привели вас к неприметному входу в пещеру. Как только вы вышли внутрь, у вас поразили ее размеры. Это был огромный зал с оледеневшими стенами. В центре было небольшое возвышение, где и находился алтарь со заветным клинком. Приближаясь к клинку, вы начали ощущать что-то темное в нем. Он был проклят, но в его силе не было сомнений. Он мог бы изменить все, он мог бы спасти вас и ваш народ. Я отдадам все и заплачу любую цену, лишь бы мой народ был спасен. Ледяная скорбь добавится ко мне в сокровищницу. Сила Ледяной Скорби поражает и пугает одновременно. Вы без труда расправились с любой преградой и вскоре встретились лично с вашим ненавистным врагом. Перед вами возник Малганес. Вот он, момент сладкой мести. Вы не раздумывая, вонзаете клинок в сердце демона. Все мертвы. Теперь остались только вы и голос меча в вашей голове. Все кончено. Прошло много времени с тех событий, и вот вы снова у себя на родине. Как вы и мечтали, эти глупцы встречают вас как героя. Но все это позерство вам больше не важно. Голос рассказал про истинный смысл. Вы готовы принести в жертву все, чем дорожите. С этими мыслями вы входите в тронный зал. Ваш верховный король Теренас II встает с трона и простирает руки для объятий. А вы в это время обнажаете ваш клинок. Тебе больше не придется нести бремя этой короны. Принц Артас становится рыцарем смерти. Принимает бога смерти. Король Теренас отрекается от престола и умирает. К вашему двору пришли ужасные новости. Артас Менитил убил предыдущего правителя по имени Теренас прямо в тронном зале. Сведенный с ума голосом загадочного клинка и узурпировала власть в государстве. Когда новоиспеченный верховный король закончил с бывшим монархом, он устроил настоящую резьбу в провинции Лордрон. Солдаты, мужчины, женщины, дети, гости столицы. Все они лежат в окровавленных кучах тел на улицах. Это был кошмар наяву. Немногие успели выбраться оттуда живыми. На обломках возникнет новый порядок. Ваши дни в живом теле подошли к концу. Сердце остановилось, а тело начало гнить. Теперь вы один из живых мертвецов и обречены вечно служить вашему новому господину, королю Личу Нерзулу. Конечно. В данный момент король Лич Нерзул, наш господин. Но продриться это недолго. Увы. Артас больше не выдающийся паладин, теперь он выдающийся рыцарь смерти. Он стал нежитью. Вам, верховный король Артас, пишет лорд Утер. Из-за ваших преступлений против истинной веры мы больше не можем продолжать служить вам. Вы должны покаяться и надеяться на то, что свет наставит вас на путь истинный. Глупцы. Итак, наш новый Артас теперь лидер Альянса. Но это ненадолго. Нежить рыцарь смерти. Ваше величество, я не вижу смысла больше находиться в Альянсе. Я и мой народ отказываемся от вашего покровительства. Култирос. И Даларан тоже. Ну, это логично. А нам с вами нет смысла воевать против короля Лича, конечно же. Мы сдаемся. И отдаем нашей земли под власть короля Лича. Вот он и сам предлагает мне мир, конечно. Сегодня утром к вам пришли вести, что ваша придворная Юлиана умерла. Если точнее, ее больше нет среди живых. После своей смерти она была отравлена некромантической магией и превратилась в одну из этих мертвых созданий. А кто ты такая? Непонятно. Просто придворная? Спасибо за информацию. Новый лидер Альянса. Король Артас уже не может возглавлять его фракцию. В эти темные дни войн и конфликтов кто-то должен взять контроль над Альянсом. Только сильнейший. Королевство Стальгорн смог взять бразды правления в свои руки. Пусть его правление укрепит силу фракции и принесет ей процветание. Глупцы. Наши знакомые, наши придворные принимают нашу веру в бога смерти. Теперь мы на одной стороне. Лорд Парамонт. Мы тоже на одной стороне. И вот так вот теперь выглядит наше королевство. Наш Лардерон. Вот это все земли, которыми мы сейчас владеем. Тут у нас плеть. Этим всем владеет Нерзул. О, у него 55 провинций. Удачи тебе с раздачей титулов, дружище. Интересно, возмущаются ли его вассалы из-за того, что у него так много земель? Видимо, нет. Нам нужно сразу же назначить новый совет. Да, но мне некого пока что назначать. Поэтому давайте пригласим ко двору самых лучших мертвецов, которых только можно найти. Ты будешь моим дипломатом, ты будешь моим маршалом, полководец, еще полководец, еще полководец, управленец, тайный советник и духовник. Вот этот. Дождемся, когда они придут, и потом поставим себе новых советников, полководцев и так далее. Я могу поднять мертвых, истребить население с Элиден и вернуть его к жизни в виде ваших прислужников нежити. Местное население будет разверено, конечно. Поднимаем мертвых, уничтожаем все живое. Такой наш девиз. Так, у меня здесь поднята армия, с кем мы сейчас воюем? У нас много войн. Какие войны непосредственно мои? Железно-хребецкая священная война за область Гром-Тар, но мне это вообще не должно интересовать сейчас. Плетская священная война за область Валькирион, окей. Еще война плети и все. То есть других войн нет. Все эти войны, это войны плети. Так, у нас тут армия поднята. Надо их распустить, наверное. Пока что. К нам приходят новые придворные. Окей, мне нужен регент. Нет, мужик, ты им точно не будешь, потому что ты человек. Тебя вообще надо выгнать, наверное, отозвать у тебя титул. Но я не могу. Ладно. Тюрему кинуть тоже не могу. Ладно. Тогда моим регентом будет кто-нибудь, кто ко мне лучше всего относится. Вот это подруга. Хотя есть еще вот этот мужик, мой господствующий. Я так понимаю, это дипломат. О, крутые названия у советников. Господствующий, клинок проклятых, пожинатель души, главный аптекарь и глава культа. Ты делай ополчение, претензий нафабриковать пока не надо, изучай экономику, конечно. Экономика это очень важная вещь для плети, вору технологии. И нам нужно назначить наследника, конечно же мы голосуем за себя. Король Артас будет следующим королем Личом, после того как умрет Нирзу. Интересно, смогу ли я сам ускорить этот процесс? Скорее всего да, но окей. Об этом немного позже. Придворный лекарь. Нужен ли мне вообще лекарь, если я нежить? Могу ли я вообще умереть от болезни? Думаю нет, но давайте возьмем Федерико. Король Лич передает мне вассалов, хорошо. Основание Тирамора. Корабли, слегка побитые суровыми ветрами и бурями Великого моря, показались у берегов Центрального Калимдора. На их мачтах гор даряли разноцветные флаги различных восточных королевств. Те, кто потеряли свой дом, семью и друзей, отправились найти себе убежище от войн, голода и болезней далеко на западе, в земле загадочного Калимдора. Наверное, мне надо было на ней жениться до того, как все это началось. Может быть, она была бы моей мертвой женой. Нерзул хочет, чтобы я стал полководцем. Конечно. Все эти армии надо распустить. Немного потеряем, да и ладно. И у меня еще где-то 5900 поднято. Ага, здесь они стоят. Давайте их тоже всех распустим. Могу узурпировать магистратуру Андорал. Узурпируем ее. Что насчет моих вассалов? Они меня все не любят, потому что у меня много герцогств. Хотят пост в Совете и так далее. Наверное, нужно дать им места в Совете, кому можно их дать вообще. Вот его можно сделать главным аптекарем. А на всех остальных, в принципе, плевать. Почему мне вообще должно воловать? Любят меня или нет эти люди? Точнее, это даже не люди. Окей, у нас появляется очень много войн. Все эти войны объявляет Нерзул. Есть ли смысл в них участвовать? Я не знаю. Давайте, наверное, сами подумаем, чем нам заняться. Сделаем нашу столицу Лардерон центром внимания. Могу ли я изгнать всех, кто не нежить из моих земель? Видимо, нет. Очень жаль. Хотелось бы от них всех избавиться. Но я думаю, они в будущем сами свалят. Либо сами станут верить в Бога Смерти и станут нежитью. А, кстати, мне нужно сделать вот что. Поднять Орду Нежити. Забытие мирной жизни и изменить эти правительства на Орду Нежити с продвинутыми Казус Белли. Конечно, именно это нам надо. Теперь у нас не феодализм, а Орда Нежити. И мне надо выбрать наследника. Не знаю, нужен ли он мне вообще. Но давайте выберем кого-нибудь из наших. Хотя выбирать тут особо и некого. Окей, тогда мы пока это трогать не будем. Нерзул хочет, чтобы я стал тайным советником. Хорошо. У нас тут появился спецотряд. Я так понимаю, это моя гвардия? Нет, не гвардия. Видимо, это просто какие-то мертвые чуваки. Да, это Нежить. Пока что будем участвовать в войнах нашего короля Лича и помогать ему в том, чтобы захватывать больше-больше земель. Интересно, какая уникальная гвардия есть у Нежити. О, Рыцарей Смерти могу сделать. Оживленные гиганты, Ледяные змеи, Горгульи, Рыцари, Мартиллерийский отряд. Ну, это уже не их цельные войска, но вот у нас есть Рыцарь Смерти, Гиганты, все вот эти ребята. Но у меня пока денег нет, чтобы их всех поднять. Куда у меня вообще уходят мои деньги? Я плачу Сюзерану 53, и у меня в год минус 31. Неприятно. А как мне жить, если у меня денег не будет? Нужно поскорее уже избавляться от Нерзула. Кстати, я могу сам себе сделать наследника, например, усыновить кого-нибудь могу, но для этого мне нужно хорошее мнение с человеком, которого хочу усыновить. Например, мы сделаем наследником вот этого Винса, дадим ему подарок, хоть у меня денег не так уж и много, и можем его усыновить. А, нет, я не могу, потому что он мой текущий наследник. Сейчас мы это исправим. Пусть наследником будет он. Теперь мы усыновляем. Ага, теперь он мнение обо мне ухудшил из-за того, что я лишил его наследства. Хех, ладно. У Теренаса Минетилла родилась дочь, то есть это моя племя Аня, это моя единогровная сестра. Родилась она от этой фрателлины, ей 16 лет. Когда, интересно, мой отец успел заделать ей ребенка? Видимо, она находится у нас при дворе, да. Вместе с своей матерью. Думаю, надо стать ее наставником, чтобы она стала исповедовать бога смерти. Сегодня вечером у меня был ужин с каким-то мужиком, Харгу Куфранг. Он начал затрагивать некоторые аспекты нашего общества, о которых не принято говорить. Он меня хочет позвать в какое-то общество. У нас есть несколько обществ. Культ проклятых, совет теней, культ сумеречного молота. В принципе, в культ проклятых, я думаю, нам можно вступить, потому что это секретная организация, состоящая из последователей и слуг Короля Лича. Это именно то, что нам надо. Надеюсь, что это оно. Давайте скажем, что нас это интересует. Шагая среди палисадов замка, я встречаюсь с Харгругом. Я соглашаюсь со многими представленными им концепциями. И бесполезность молитвы им не особенно нравится. Он заслуживает доверия. Конечно. Некая странная персона попросила вас встретиться наедине. Он передает вам в руки письмо и быстро уходит. Печатное письмо кажется вам знакомым. После прочтения вы понимаете, что это приглашение вступить в общество, называемое культ проклятых. Нам это надо. И теперь Артас, послушник, а кто глава? Килтузад. Что я могу? Попытка похищения? Превратить в нежить могу кого-нибудь? Заключенных именно. Темное исцеление? Навести порчу? Темный дар попросить? Создать чудовищную нежить? Вау. Если я стану верховным культистом, то я смогу поднимать любые виды нежити независимо от уровня моего класса. Ммм, круто. Кстати, мне надо вступить в брак. Интересно, смогу ли я вообще с кем-нибудь в брак вступить? Точнее, вступить-то смогу, но что мне это даст? Ну, давайте возьмем кого-нибудь на управление просто. А лучше на дипломатию. Вот, например, Фротлина. У нее 14 дипломатии. Хоть она и человек пока что, но я думаю, мы это исправим. Берем деньги, потому что денег у меня мало. Давайте попробуем пригласить в культ проклятых. Встретившись с королевой Фротлиной, я стараюсь осторожно упомянуть самые крайние и сомнительные практики нашего общественного строя. К сожалению, похоже, мои слова только отдалили от меня королеву Фротлину. Но из-за ее сердитого взгляда, брошенного на меня, мне стало понятно, что теперь мне следует держаться от нее подальше. Очень жаль. За то время, пока я состою в обществе, мне уже несколько раз переходил дорогу послушник Дагда. Эти встречи никогда не заканчивались хорошо, трудно найти менее приятного человека, подозревая, что он распространяет за моей спиной лживые сплетни, чтобы подорвать мою репутацию. Я покажу всем, какой он на самом деле. Жизнь благоволит вам, послушник Артас. Эти смертные считают, что имеют право осуждать нас, но им неведомо даже половина потенциала нашей темной магии. Однако рекромантия требует жертв, и сейчас нам нужен смертный для наших опытов. Что мне надо? Выпотрошить гуманоиды мелкого размера. Для завершения этой миссии нажмите правый клик на портрете пленника в вашей тюрьме, кто считается мелким гуманоидом и выберите выпотрошить. Угу. Как понять, кто является мелким гуманоидом? Считаются ли мурлоки гуманоидами мелкими? О, кстати, наших мурлоков тут уже нет. Мурмурхил, который когда-то здесь правил, свалил куда-то сюда. Вот и бы его пригласить ко двору, но он не согласится. Ну ладно, забудем про это. Население провинции Салиден храбро сопротивлялось вашей армии, но вскоре сдалось и было уничтожено. Теперь в этой области нет ни одной живой души, и она может принять новых поселенцев. Превосходно. Давайте вообще посмотрим на культуру. Да, у нас тут везде плеть, нам надо будет как можно больше этой плети тут сделать, уничтожить все живое, потому что это наша цель. Кстати, давайте посмотрим на угрозу короля Лича. 12. Нормально. Мы можем ему объявить войну, независимость, бла-бла-бла, нет, это нам не надо. Но я могу создать фракцию, например, чтобы себя посадить на трон и стать королем Личом. Давайте ее сделаем. Не знаю, придут ли к нам люди, но можем попытаться. Потому что я не знаю точно, когда Нерзул умрет. Скоро или не скоро. Вторжение Плавающего Легиона. Азерот вновь находится под угрозой уничтожения. Демоны Плавающего Легиона нашли новый путь в реальный мир с помощью магии человека, известного как Король Лич Нерзул. Гораница между Азеротом и Круговецью Пустоты стерлась. Через новый открытый портал их лынули орды демонических существ. Плавающий поход начался и от его исхода зависит судьба Азерота. Плавающий Легион нужно остановить немедленно, но я не думаю. Исходя из моих знаний лора, Плеть это ребята, которых послал или даже создал как раз таки Плавающий Легион для того, чтобы они подготовили для них тут земли, уничтожили все живое и так далее. И когда Плавающий Легион пришел, думаю, мы с вами пойдем по этому же сценарию, но в будущем. Пока что Артас даже не Король Лич. За вашими плечами не первый десяток боев, в которых вы активно тренировали умения владения оружием и оттачивали тактику боя. Знания и опыт, которые вы получили, сделали вас сильнее, чем раньше. Теперь Артас Великий Рыцарь Смерти. Круто. Плеть все больше и больше захватывает земель. Кстати, посмотрите на то, сколько обранительных союзов против них создано. Король Артаса, я смиренно прошу вас позволить, чтобы моя подопечная Глория получила религиозное воспитание и приняла Бога Смерти как единственную стену веру. Здравая мысль, конечно. Кстати, мне бы какой-нибудь герцогства отдать, у меня их слишком много. Лордерона я ставлю себе. Андорал тоже, наверное, потому что он большой. А, нет, хотя Андорал как раз таки можно отдать. Кому-нибудь из этих чуваков, кто мне больше нравится. Лорд Самбрус Флетчер. Забирай себе лордство Деревянная Хижина. Я не могу дать, потому что нужно иметь 50 престижа. У меня престиж в минусе, ладно? Придется подождать. Восхождение. Плети быть уничтожены, следует действовать немедленно. Как чемпион Плети и владелец Ледяной Скорби, вы должны отправиться в Ледяную Корону и подняться к Ледяному Трону, чтобы воздеть шлем Господства и взять под контроль Орды Нежити, пока они не превратились в безмозглый Рой. Я должен спасти Плеть. Конечно. Я думал, этого ивента не будет, и мне самому придется как-то убивать Короля Лича, но нет. Сейчас мы этим займемся. Наконец-то вы добрались. Здесь, на вершине Ледяного Шпиля, посреди пустошей Нордскола находится Повелитель и Тюремщик Проклятых. Вы начинаете ваше восхождение на вершину этой башни. Воспоминания АЦ переполняют ваш разум. И чем выше вы поднимаетесь, тем ближе чувствуется спасение. Вы достигаете вершины, и вкратчивый голос появляется в вашей голове. Принеси меч, замкни круг и верни мне свободу. Без промедления вы разбиваете фрустальный лед, в котором замурован шлем Господства и заключена душа Нерзула. Когда лед разбивается, шлем падает к вашим ногам. Вы поднимаете корону обеими руками и надеваете ее. Теперь осталось только одно препятствие. Слиться с душой Нерзула, разделив с ним власть Короля Лича. Сильный буран и ветра воцарились над ледяной короной. В толще этого белого ада новый король Лич восходит на ледяной трон. Вся нежить Нордскола бездумно застыла в ожидании приказов от будущего повелителя Нежити. Когда шлем Господства водрузился на голову Артаса Менетила, ослепительный ледяной свет вырвался из глаз. Казалось бы, окончательно мертвых созданий. Плеть теперь следует воле нового короля. Будто единое существо продолжения самого Артаса. Теперь я король Лич. Наконец-то. Вы чувствуете, что можете успешнее подавить волю своих слуг. Благо, в последнее время ваши ментальные способности усиливаются и ваши маринетки стали еще вернее своему господину. Превосходно. Так, я теперь сильно контролирую разумы. И теперь я король Лич. Теперь я глава плети. Моя столица теперь находится здесь в ледяной короне. Это хорошо. И все войны, которые были у Нерзула, теперь есть у меня. Давайте посмотрим на нашего Артаса снова. Он король Лич. И он спящий. Из-за этого Артас недееспособный и у него есть регент. Ну, ладно. Регент, в принципе, у нас неплохой. Федрика, которого я назначил. Но в будущем, я думаю, надо будет сделать контроль разума, чтобы он мне, вернее, служил. Хотя, по идее, ко мне сейчас все относятся отлично. Да, все мои вассалы меня любят из-за того, что я король Лич, но не считая тех, кто не нежить. А, и мне опять надо совет переназначать. Окей, зачем я этим занимался в прошлый раз, неизвестно. Моя угроза 9,9. Это пока не так много, но в будущем, конечно, она увеличится. Сразу же давайте назначим нового наследника. Вот пусть им будет и Мирон. Мне кажется, достойный претендент. Королевство Драгонфлайров. Где оно находится? Ага, здесь. Он, кстати, не нежить, что странно. Вот что забавно. Наш Артас сейчас находится в культе проклятых, в организации, которая следует Каролю Личу. Но при этом Артас сам кроль Лич. И Артас пока что всего лишь послушник в этом культе проклятых. Интересно получается. Кстати, есть ли у меня в тюрьме кто-нибудь... Нет, никого нет. До сих пор мелких гуманоидов мы не нашли. Ладно, давайте закончим со всеми войнами, которые начал Нерзул. И будем заканчивать. Что у нас вообще тут за войны? Покорение Серебряного Рудника и покорение Чернолесья. Окей, здесь уже наши армии есть, они сражаются, это хорошо. Кстати, появились новые модельки. Я не знаю, были они в прошлый раз или нет. Хотя, по-моему, я с плетью воевал и их не было. Но также появились модельки у Мурлоков, если я не ошибаюсь. Появились модельки у Троллей. Это очень круто. Всегда приятно играть в мод, который постоянно обновляется и ты это замечаешь. Окей, здесь у нас ребята осаждают этот Серебряный Рудник. Давайте, наверное, будем управлять от этими. Давайте, пожалуй, эти 5000 отправим вот сюда тоже, в Серебряный Рудник. Пусть они там помогают. Здесь у меня куча кораблей. На кораблях опять какие-то люди. Корабли... Ага, это спецфлоты. Окей. Что мне, кстати, по Нигам плюс 10. Хорошо. Давайте вообще посмотрим на наши доходы. Личное владение, 119, налоги с феодалов, дорход от торговли. Хм, интересно, кто торгует с нежитью? Видимо, такие ребята тоже находятся. Король Мирон хочет жениться на какой-то моей придворной. Кормила Фаррингтон. Конечно, бери себе жену. До сих пор не могу понять, зачем им жены. Тем более, он живой в райку, а она нежить. Ну окей. У них свои причуды. Так, чувак, ты Мэр Марл. Являешься ли ты мелким гуманоидом или нет? Не знаю, нет ты или да, но мы тебя выпотрошим. Вы взяли за скальпель и глядите на сухожилия и мускулы жертвы. Довольно неплохой образец, хотя можно желать и лучшего. Но вы вполне можете достать довольно много полезной плоти из этого тела. Ну что же, за работу. Вы вонзаете скальпель в плоть, комната заливается криком жертвы. А я думал, Артас находится в спячке. Он, оказывается, может еще кого-то резать. Ну ладно. Так, еще у меня очень много вотчины, 13 из 11. Надо будет с этим разобраться немного позже. Для начала давайте закончим все эти войны. Все готово. Чернолесия мы к себе присоединили. Эти армии я могу распустить? Нет, наверное, не стоит. Пусть они пока будут здесь. Здесь у нас что? Стромгард. Осаждают мою ледяную корону. Стоп, если они ее садят, не будет ли такого, что они меня убьют? Надеюсь, что нет. Могу ли тут кого-то поднять? Нет, не могу. Ладно. Тогда нам срочно надо заканчивать с Серебряным колодцем войну. Серебряный колодец мы тоже присоединили к себе. И все, что мне остается, это разобраться с вотчиной и дальше уже планировать наши дальнейшие действия. Вообще, я подумал, что все вот эти земли можно пока оставить, подзабить на них немного. Хотя вот Даларан было бы неплохо захватить. А, Даларан уже мой. Окей, Даларан уже мой. Хотя он меня не любит, конечно. Можем отозвать у него титул, но я не могу, потому что мне надо престиж. Но почему? Почему мне нужен престиж для этого? Я думаю, что для начала нам стоит заняться Нордсколом, потому что здесь у нас находится наша столица, здесь сидит Артас, и было бы неплохо обезопасить себя и захватить всех ребят, которые тут есть. Но с другой стороны, может быть мне сразу же нападать на всех этих ребят, потому что они пока не состоят в Альянсе вроде бы. Да, Альянса пока нет. То есть он существует, но он не такой огромный. Вот Сталегорон является главой Альянса. Думаю, в следующей серии мы с вами будем заниматься вот этим участком земли, плюс, наверное, будем заниматься Нордсколом. Хотя, давайте устроим голосование. Переходите в группу ВК, там будет голосование, и мы решим, что нам захватывать в следующей серии. С чего мы начнем? С Нордскола, уничтожим все здесь, а потом перейдем в Восточные Королевства, или наоборот, сначала здесь, а потом здесь. Плюс, я думаю, у нас будет еще очень много всяких разных интересных ивентов. Скорее всего, на меня тоже будет нападать много людей, поэтому будет много всего веселого. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилась эта серия. Подпишитесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Напишите в комментарии, что вы думаете по поводу этой серии, как вам новое прохождение, чего вы вообще ждете, если у вас какие-то идеи. Буду рад, если вы вступите в группу ВК и вступите в Дискорд-сервер, чтобы иногда получать интересные новости. Также вы можете стать спонсором канала, нажав по кнопочке внизу и можете поддержать канал по ссылке в описании. Буду вам очень благодарен. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.